Начинаем тренинг. Подходим. Для начала сделаем тягу блока. Вес здесь примерно 45 килограмм. Чуть больше. Так сказать размять свои. Через салы. Я так сделал три подходика. После этого переходим к своей стандартной программе. Подъем на бицепсы. Чистейший подъем на бицепсы. Работает только бицепсы. И больше ничего. Никаких читингов и прочих маханий. Я это упражнение делаю потому, что в свое время побалевала спина. И для того, чтобы во время подъема на бицепсы стоя, да и сидя, никаких давлений на поясницу не было, я вот такое вот упражнение применяю. Его применяю давно. Такие звезды прошлого. Как Робби Робинсон закруглял свои бивни резы. Лишнее все вырезаю. Свой этот отдых. Ложусь. Упираюсь. Все довольно таки удобно. Хорошо. И поднимаю. Попутно буду делать такие заметки. Вот у меня раньше при подъеме вот так даже на бицепсы включались, естественно, и включаются, помимо бицепса, еще ряд других каких-то мышц, которые там что-то стабилизируют или еще что-то там делают. Вот. Короче, я ощущал вот такие неприятные болевые ощущения были. Но тем не менее делал. Сегодня я делаю. Никаких болевых ощущений я не ощущаю. Это особенно радует многим людям непонятно, как могут болеть суставы. Особенно молодые. Болеть они могут очень сильно, очень неприятно, очень изощренно, очень долго, очень изматывающе. Через все это я прошел. И одно дело, конечно, заниматься, когда тебе там, ну, грубо говоря, так скажем, с 20 до 30. И совсем другое, когда ты занимаешься с 60 до 70. Вот мне как раз 66-й год заканчивается. В сентябре будет ровно 66. И я рад тому, что я могу вот эти вот еще вещи делать. Далее у нас идет жим сидя такой своеобразный. Подъем на бицепсы. И жим сидя гантели. Начиная с 8 килограмм. Разминаюсь. С возрастом плечи требует особой разминки. Спешить никуда не надо. Ну, вот так вот я на этом стульчике разминаюсь с восьмушечками. Есть первый подходик. Это хорошо. Второй. Котовимся. Здесь у меня перерывы на отдых небольшие. Практически тут не устаешь. И пошел, пошел, пошел. Мысленно прислушиваешься к своему телу. Как оно ведет себя нормально. Нигде там болевыми ощущениями не показывают, что там у тебя не в порядке находится. все в порядке. Добавляем височек. Это уже у нас по 14 килограмм гантели. посидим. чуточку отдохнем. Чуточку отдохнем, настроимся и вперед. мне эти гантели нравятся. Подарила мне их продюсер программы «Малахов плюс», Марина Петрицкая. Они ей не нужны. А кто-то занимался там, это как раз она купила себе дачу, а на даче были эти гантели. И вот они достались ей, а она уже подарила мне. Смотрим, дышим, настраиваемся. Вроде бы плечи нормально все чувствуют, никаких особых болей. Разминка продолжается с большим весом. Движения уже отработанные. Вдох-выдох, вдох-выдох. Приятное напряжение. Так, височек я по-моему увеличил. Увеличил до 20 килограмм. Одеваем пояс. Вещь нужная. Теперь седаем. И вперед. Последние думки о том, как поднять. Собираемся с мыслями, с силами. И пошли двадцаточки. Когда-то я их поднял 21 раз. Ну аж почувствовал перенапряжение. Сердечные мышцы потом. Все, так сказать, отошло, прошло. Накачаем тело проникской энергией. Поэтому главное заниматься без фанатизма. Регулярно. Регулярно. Без хванатизма. Настраиваемся. Берем. И погнали. Внешне так легко выглядят подъемы. Так как-то внутренне не особо так чувствуется, что легко. А так я смотрю, да более-менее жмем. Вот. И третий подход. Так, немножечко разомнев шею. А раньше с этой шеей постоянно какие-то были там проблемы. Трещало. Зажимало. А от нее как раз идет и на плечи все эти тяжи, зажимы, травмы. То есть все где-то начинается не столько в плече, как начинается с шеи и пошло уже дальше. Через плечи аж на локти. Ну, третий подходик я решил сделать. Кстати, эти упражнения у меня и как самостоятельно идут для рук, и в то же время они идут как своего рода такие разминочные упражнения перед джимом лежа. Число счастья. Я. Вот. Так. Так. Можно, конечно, еще было делать, но не надо. Итак, у меня отжимания. Отжимания у меня слабое место. Раз. Обычно то в плечах, то еще где-нибудь там побалит. А тут я взялся, отжимаюсь. Ну, так вот. Я называю это чисто стариковский метод. Вот. В чисто стариковской манере. И нормально. Как раз тут акцент делается на то, как ты давишь. Просто уперся. Раз. И пошел. И пошел. Хорошо работает грудник. Вот сейчас уже сколько там сутки прошли. После этой тонировки. А так чувствуется, у меня хорошо поработали грудные плечи. Ну, там еще жим лежа, конечно, был. Так. Так. И пошел. Давай. Оп. Так. Раз. Ну, еще немножко. И я, наверное, начну с весом делать. Килограмм пять или десять. Подвешу. Вот. Видите, блинчики у меня есть. Ну, и наконец-таки жим лежа. В жиме лежа тоже я какой-то не особо продвинутый чувачок. Можно так сказать. Сорок килограмм. Разминаюсь. До этого я, опять-таки, делал неполное движение. Из-за того, что у меня болел. Вернее, болели плечевые суставы. Как пожмут, так они. Да и без жима они там болели. После жима они болели просто еще сильнее. Побаливали. Ну, потихонечку. Боли уходили и уходили. И вот я опять жму на полную, вернее, с полной амплитудой. И это радует. Это радует, что я жму и не встаю особо чувствовать. Это, по-моему, 50 килограммчиков я подвесил. Дабы плавно войти. Есть. Подходик. Возможно, сейчас, по крайней мере, отсюда, кажется, прежнее 50 кг, но должно быть вообще 60. Ну, посмотрим. Жмем этот височек. Хорошо идет. Вот. Так, а вот сейчас, наверное, уже 60. Так, поехали. Ладно. Добавляем. Ну да, вот сейчас 70. То было 60, сейчас 70. 70 кГц. Веса, конечно, небольшие, так сказать, детские. Но для потрепанного жизнью пожилого человека это уже неподъемные вещи. Опа. В четверю. и это радует. Второй подход. Тренировочно-разминочный. так настраиваемся сняли поехали интересно как усилие передается все таки вот где-то от ног жиг-жиг начинаешь так ну вот как сказать момент истинно остает я вешаю 80 килограмм в конце значит девятнадцатого года я их эти 80 килограмм очень хорошо стал сжать на тренировках полностью раз по 6 так по 7 нескольких подходах и вот это вот первый подход когда я полностью опускаю и начинаю сжать судорога хватает ногу а я тогда вот так решил 80 килогерциков так второй подход на этот же вес есть пошел пошел всякий видите как работает а так 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 оба есть решил на 85 сходить а то как-то все мусолишь этот 60 килограмм основном 70 доходишь на 80 раз раз она как-то резко тяжелеет это дай дому продвинемся еще немножечко так снос да вот что значит когда суставы восстановились и ты жмешь с больными суставами это невозможно сделать невозможно просто-напросто более не хочется ныть на эту тему но крайне неприятный отрезок через который я прошел еще прохожу это 70 килограмм ну вот очень хорошо себя чувствует все таки полноценным в этом отношении 3 4 5 6 давят-давят суставами схватили 7 видите я еще на 8 пробу опа очень хорошо очень хорошо вот пробую как что побаливает нет с плечами более-менее порядок так ай как это хорошо и так на живот три подходика на животик я делаю вес 45 с лишним килограмм упражнение очень интересное с одной стороны оно вроде бы растягивает спину с другой стороны особенно сильно работает вот верх живота чувствуется как пресс сокращается а когда ты чувствуешь что у тебя сокращается работает там и начинает идти тренировка вот второй подходик и так я сделал по моему четыре подхода но сейчас посмотрю хорошее упражнение хорошее хорошее на место но вот как-то в связи с гравитационной гимнастикой наметился так сказать сдвиг веса стали немножечко легчать третий подходик наклоняемся лбом в этот коврик в результате хорошая нагрузочка на весь организм плюс это ж не просто весь организм это уже там и гормоны лучше вырабатывается и аппетит у тебя и кровь движется и все 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 остальное то есть для чего нам надо заниматься а особенно заниматься с тяжестями для того чтобы у нас за счет волевых усилий напряжений лучше работала гормональная система то есть человек регулярно занимающийся вырабатывает больше гормонов половых в лучшем состоянии мышцы ну и иногда представляется возможность даже пошалить я думаю вы поняли в каком отношении вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас для вас